Приветствую! С сегодняшнего дня, с 18 мая 2024 года, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить с собой два документа. Первый документ – это военно-учетный документ, это может быть военный билет, припасные посвящения, тымчасовое посвящение висково-забвязанного, либо обликово-послужная картка, если она у вас есть. То есть, самая главная идея какая? Нужно иметь с собой этот документ. Нет документа – штраф. Второй документ, который нужно с собой носить, это документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, это может быть водительское удостоверение, либо же, если у вас установлена ДИЯ, то достаточно иметь, соответственно, ДИЮ. И при этом у нас есть обязанность предъявлять эти документы по требованию представителей ТЦК, ЕСП, полиции, либо же государственной пограничной службы. Все это четко прописано и однозначно прописано в части 6 статьи 23 закона о мобилизации. Но это, вы скажете, я и так уже знал, и действительно все это уже давно знают. А вот чего мы с вами еще не знали, это вопрос порядка проверки этих документов. Порядок проверки документов был опубликован только вчера на сайте Кабинета Министров Украины, когда там появилась постанова 560. Это порядок призыва во время мобилизации в Украине. И вот в этом порядке есть и порядок проверки документов. И сейчас мы будем с вами разбираться с вот этим самым порядком проверки документов во время мобилизации и военного положения. Сразу я вас предупреждаю, что видео получится достаточно длинным, оно получится тяжелым, и оно вам не понравится. То, что там вы увидите, вам не понравится. Но прошу вас с пониманием к этому отнестись, потому что я в этой ситуации лишь выполняю роль гонца, который приносит плохие вести. Это не текст, придуманный мной. Это не текст, который писал я. Я лишь просто доношу до вас информацию и рассказываю вам о том, как не попасть в ситуацию, когда к вам будут применена сила, будет применено задержание, либо к вам применят административную ответственность в виде штрафа. Поэтому не судите меня строго за то, что я говорю, потому что я лишь посредник. Итак, смотрим постанову 560. А в постанове 560 есть целый раздел, который называется «Перевирка висково-обликовых документов печат с мобилизацией». И начинается вот он, вот здесь, с пункта 49. Что мы здесь видим? Мы здесь видим следующее, что у период проведения мобилизації уповноваженні представники ТЦК и СП, або полицейские, а также представники Держприкордонслужбы, мают право вимагать у граждан человеческой статьи веком от 18 до 60 лет військово-обликовый документ в электронной форме разом с документом, что посвящает особу. Этот абзац полностью соответствует положениям статьи 22 Закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации в новой ее редакции. Идем дальше. Что мы здесь, ну в принципе, зафиксировали, что ТЦК и СП уполномочен проверять документы у граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Далее, что мы видим здесь? Еще раз отдельно указывается, что у резервистов и военнообязанных право проверять документы может ТЦК и СП. То есть, чтобы ни у кого вопросов, так сказать, не возникало. К слову, соответствующая же полномочия добавлена в положение о ТЦК и СП, которое утверждено постановой 154. То есть, ТЦК и СП однозначно имеют полномочия проверять эти документы. Идем дальше. Что здесь еще есть? Здесь раскрывается вопрос, где могут проверяться документы. Вот пункт 51, он именно об этом. Здесь что указано? Что переверка військово-обликового документа у граждан человеческой стати веком від 18 до 60 років може здійснюватися. И вот здесь пошло. У прикордонней смузи контролеванному прикордонному районе, то на пунктах пропуску через державный кордон Украины. И указано, кто может там проверять. Могут проверять, соответственно, представители держприкордонслужбы. А дальше те, кто не выезжает. Вот обратите внимание на эту часть. За местом проживания, работы, навчания у громадских местах, громадских будинках та спорудах, местах массового скупчения людей, на пунктах пропуску, блокпостах, уповноваженні представники ТЦК и СП, або полицейские. То есть, отвечая на вопрос, где могут проверять документы, можно сказать следующее. Везде. Вот, в принципе, везде могут проверить документы. Дальше переходим к вопросу порядка. Порядка проверки документов. Вот это очень важное. Это абсолютно новые положения, которые раньше не были. Ну, разве что по аналогии можно здесь найти. И вот, смотрите. Під час проверки військово-обликового документа разом с документом, что посвящает особу, уповноваженный представник ТЦК и СП, або полицейский, сдействуя фото- и видеофиксацию процессу предъявления та проверки документов и застосуванием техничных прылов и фтозасоби. То есть, здесь что мы видим? Здесь мы видим, что они будут проводить видеофиксацию процесса проверки документов. Ну, исключением здесь только те лица, которые находятся на воинскому учету в разведорганах. Понятно, их фиксировать не будут. Всех остальных могут фиксировать. Идем дальше. Вопрос. Мы же с вами знаем, что в соответствии с 19 статьей Конституции Украины представители государства могут действовать только так, как предусмотрено законом или подзаконными актами. И, соответственно, здесь они указывают, что вот это про застосувание техничных прылодев будет отдельный наказ Минобороны. Ну, а по полиции, в принципе, есть. Бодикамами мы прекрасно знаем, что они могут использовать уже. Что очень важно. Вот здесь нужно всем для себя отметить, потому что здесь есть и права человека. Здесь зафиксировано право человека на то, чтобы он требовал предъявить документы. И, соответственно, обязанность, зафиксирована обязанность представителя ТЦК и СП представиться и предъявить посвящение особы у повноваженной вручатой повистки разом с паспортом громадянина посвящением офицера висковым квитком. То есть здесь, что мы видим? Что по аналогии, как с полицией, да, вот если полиция обращается к человеку, мы всегда говорим, выполните требование 3.18, да, и там мы знаем, что требование предъявить документы представиться. Вот то же самое требование по аналогии теперь есть и по отношению к представителям ТЦК и СП. Они обязаны представиться и предъявить соответствующие документы. Далее здесь мы видим, что такое же требование есть и к полиции, и к представителям прикордонных кив. То есть здесь, собственно говоря, в этой части там глобально ничего нового. А вот запомните, что новое, что представитель ТЦК должен предъявлять документы, которые подтверждают, что он представитель ТЦК и СП. Удивительно, да, не правда ли, через 2 года мы такое предусмотрели. Дальше здесь что говорится, что они, проверяя ваши документы, могут обращаться к реестру. То есть у них будут, скорее всего, планшеты, и по этим планшетам они будут смотреть, какая информация есть в абориге на человека и что будет дальше. А вот что будет дальше указано вот здесь. Это очень интереснейший пункт. И этот пункт, он вообще сейчас никому не понравится. Вот здесь написано, что в разе встановления, что гражданин порушает правила військового облику, або вот тут выявлено разбежность військового обликового документа с військовообликовыми данными Единого державного реестром. Что будет происходить? Обращаем внимание, если установили, что нарушает правила, либо расхождение между реестром и вашим документом. Кстати, тут надо понимать, что это из-за чего расхождение. Может из-за того, что кто-то не внес ваши данные. Вопрос, кто же это должен был сделать. Открытый. Так вот, если они установили, что вы нарушаете правила, либо что есть разбежность эти, старшой группы пропонует проследовать до РТЦК и СП для взятя на військовый облик, проходжения медичного огляда для визначения придатности до військовой службы, уточнение своих персональных данных. И с назначеною метою гражданину оформляется и вручается повестка. Еще раз, если вас остановили, проверяют документы и выясняют, что вы нарушили правила воинского учета, ну например, что это может быть, человек пребывает в розыске, да, вот они по своим базам видят, что ага, в розыске. Вот, то человеку предлагаются проследовать сразу, да, получается, проследовать это же сразу, это же не когда-то прийти, и дают повестку. И дальше, еще веселее, у рази відмова резервиста або військовозабовязанного відотримання повістки представником, який у повноваженной вручаты повістки, складается акт відмова відотримання повістки. То есть, здесь вот дальше идет то, что прописано, что сам отказ от повестки уже ничего не значит. Будет составляться акт, все это фиксируется на видеокамеру, то есть доказательства у них будут. Вот, вот здесь они все это предусмотрели, все подписали. И дальше, дальше, вот это вообще, смотрите, у рази відмови проследовать до ТЦК та СП, полицейский, який входить до складу группы оповещения, проводить адміністративное затримание та доставлення громадянина до такого ТЦК та СП на підставі кодексу України про адміністративне правопорушення. Еще раз, у вас проверяют документы, выясняют, что вы нарушили правила воинского учета, и вам говорят, поехали в ТЦК, отказался ехать в ТЦК, полиция тебя сразу же задерживает и доставляет до ТЦК ЕСП. Вот такая ситуация. Веселая, да? Я же предупреждал, что видео не понравится вам. Итак, еще раз подводим итоги. С 18 мая, то есть сегодняшнего дня, каждый из нас обязан иметь при себе военноучетный документ, паспорт и предъявлять его по требованию представителя ТЦК ЕСП. Заявить это требование он может в любом месте. И, конечно же, конечно же, кто-то из вас уже пишет в комментариях, Олег, а какие же причины проверки документов? А вот что самое интересное, причин проверки документов не указано. А что это значит, на мой взгляд? На мой взгляд, что ТЦК ЕСП и полиция тоже будет это трактовать так, что причин проверки документов просто нет. А раз их нет, значит, достаточно самого факта объявления мобилизации, объявления правового режима военного положения. И этого достаточно для проверки документов у любого мужчины в любом месте. И обращаю ваше внимание, если вы с этим не согласны, если вы считаете, что нужны причины для проверки документов, то что будут делать представители ТЦК ЕСП, а также полиции в этой ситуации? На мой взгляд, они будут рассматривать как отказ от проверки документов, так и непредъявление документов, либо отсутствие документов, как нарушение правил воинского учета. А что там написано по поводу нарушений правил воинского учета? Задерживать. Задерживать и доставлять в ТЦК. Ну, что вам сказать? Вы все видели этот текст. Возможно, где-то что-то я неправильно понял. Возможно, будут еще какие-то дополнительные нормативно-правовые акты. Но вы увидели. Вы увидели, что теперь будет. Что будет делать ТЦК ЕСП, что будет делать полиция. Поэтому, что нужно делать вам? Выполнять эти обязанности. Ну, если вы не хотите, чтобы вас задержали, чтобы вам оштрафовали. Потому что мы же понимаем, что отсутствие документов, непредъявление этих документов – это нарушение законодательства про мобилизацию. А за нарушение законодательства про мобилизацию установлены штрафы, как мы с вами знаем, в сумме от 17 до 25,5 тысяч гривен. То есть, человека будут не просто задерживать, а задерживать, доставлять в ТЦК и еще привлекать к административной ответственности. Друзья, что здесь сказать? Хочется вот, да, так традиционно сказать, что если вы считаете, что вам это видео полезно было, то поставьте ему лайк. Ну, наверное, так и скажу, друзья. Потому что, несмотря на то, что вам видео это, безусловно, не понравилось, все-таки, на мой взгляд, эту информацию нужно знать. Почему? Потому что нужно всегда знать не только свои права, а еще и обязанности. Для чего? Для того, чтобы не попадать в те ситуации, где к вам может быть применена сила, где к вам могут применяться штрафы. Ну, и в этом плане, наверное, видео, может, и заслужило лайка. На ваше усмотрение, естественно. Ну, а я традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.